Андрей Андрей Его папа много работал, а 12-летний Андрей был его первым помощником. Летом нужно было пасти коров и заготовить для них сено на зиму. Когда папа был дома, Андрей помогал ему по хозяйству. А если папа уезжал на пасеку или по служению, то в домашних делах старший сын заменял его полностью. Поэтому для рыбалки и путешествий с друзьями у Андрея не оставалось времени. Конечно, отец старался уделять внимание семье. Вместе они ездили на речку, ходили в лес за грибами. Но Андрею этого было мало. Ведь он уже взрослый и должен самостоятельно распоряжаться своим временем. Вот, например, его одноклассник Тимур был совершенно свободен и проводил каникулы как хотел. Правда, родители Тимура не жили вместе. Его отец, дядя Семен, был беспробудным пьяницей. И жена от него давно ушла. Но Тимуру, похоже, это было только на руку. Он жил то с отцом, то с матерью. И свободно бродил по поселку и его окрестностям все лето. Везет же Тимуру, контроля никакого. «Делай, что хочешь. Гуляй, где и желаешь», – думал Андрей, рассматривая облака в синем небе. Прохладный после дождя день настойчиво звал его порыбачить. Но мальчик понимал, что сегодня времени для рыбалки не найти. Сейчас нужно было сходить в магазин, а после помочь маме перекрутить помидоры на сок. Андрей отошел от окна, взял сумку, кошелек, список продуктов и, опустив голову, вышел из дома. При этом он вспомнил Тимура. Свободный от семейных обстоятельств, тот сейчас где-то ловит рыбу, а может быть, собирает грибы или купается. А после в школе будет хвалиться летними приключениями. Что сможет ему рассказать, в свою очередь, он, Андрей? Как косил сено или как перекручивал помидоры на сок? Идя по улице, Андрей вдруг подумал, что сегодня все же можно найти времени немного для себя. «Зайду к дяде Семену», – подумал он. «И если Тимур там, то попрошу с Настей для рыбалки. И после обеда сбегаю на речку, а помидоры подождут». Андрей постоял немного на развилке дороги, размышляя, как лучше поступить. Не послушаться маму и задержаться от этой мысли стало неприятно. Но идея порыбачить казалась такой привлекательной. В мечтах он увидел себя на реке, вытаскивающего из воды одну рыбину за другой. Потом представил удивленное лицо мамы, которая меняет гнев на милость и с довольной улыбкой принимает богатый улов. И, наконец, ароматная уха на ужин. Колебания длились недолго. И Андрей повернул в сторону, где стоял дом дяди Семена. Отец Тимура жил на окраине поселка в барачном доме на два хозяина. Соседская половина давно пустовала и поэтому пришла в полную негодность. Крыша прохудилась, нижние бревна стен прогнили, дверные косяки покосились. Та половина дома, где жил дядя Семен, была не в лучшем состоянии. Такие же темные, подгнившие бревна в стенах, давно не крашенные окна с трещинами на рамах и грязными стеклами. Разве что крыша не сквозила дырами, а пестрела латками старого шифера и рыжими листами железа. Андрей подошел к завалившемуся забору. От проема, где когда-то стояла калитка, среди высокой травы виднелась тропинка, ведущая к крыльцу. Огромная овчарка по кличке Комбат охраняла двор. И Андрей, увидев ее, не решился приблизиться к дому. Комбат же, заметив гостя, вскочил на ноги, вздыбился, зарычал и громко залая вбросился в сторону гостя. Но его сдержала толстая цель, которой он был привязан у крыльца. Встретив такой прием, Андрей остановился в нерешительности. Стоит ли ждать хозяина или повернуть назад в магазин, исполнить мамино поручение? От дома веяло угрозой, и Комбат, со злобным лаем рвущейся с цепи, усиливал это чувство. Андрей собрался уже поворачивать назад, как вдруг дверь дома заскрепила, и на пороге показался хозяин. «Комбат, молчать!» рявкнул дядя Семен и, посмотрев на незваного гостя, также грубо добавил. «Чего надо?» Вид у дяди Семена был не лучше, чем у его дома. Волосы на голове перепутались и сбились, образуя беспорядочные слипшиеся клоки. Нижнюю челюсть лица скрывала неопрятная борода. Порванная рубаха и грязные штаны говорили о полной небрежности хозяина. Андрей знал, что дядя Семен был ровесником папы, которому весной исполнилось сорок. Но отец Тимура производил впечатление старика и напомнил мальчику старый мешок, от которого осталась одна рваная оболочка, а все ценное давно вывалилось. Сутулившийся дядя Семен смотрел на гостя из-под припухших вет пожелтевшими туманными глазами. Андрей почувствовал, как у него внутри все заныло. «Ты что, глухой, да?» «Я спрашиваю, что надо!» Дядя Семен в этот раз крикнул еще громче, так что грозный комбат, окончательно умолкнув, залез под крыльцо. Андрей не стал испытывать терпение хозяина и, собрав остатки мужества, попытался громко ответить. «Дядя Семен, это я, Андрей, друг Тимура!» «Тимур дома?» «Тимур...» Дядя Семен задумчиво протянул имя сына, словно слышал его впервые. Андрей понял, что дядя Семен пьян и не может вспомнить сына. «Тимур, ваш сын звал меня на рыбалку! Он дома!» Наконец-то помутневший взгляд дяди Семена прояснился, глаза заблестели и сузились, а рот расплылся в улыбке, обнажая редкие, местами почерневшие зубы. «А, Тимур, конечно, это мой сын!» Говоря это, дядя Семен сделал ударение на слово «мой», очевидно, желая подчеркнуть, что сыном он гордился. «Да, Тимур мой мальчик! А ты его знаешь? Тогда, конечно, заходи, заходи!» Дядя Семен, пошатываясь, сошел с крыльца. Андрей немного испугался, когда он подошел и взял его за руку. Запах алкоголя, смешанный с таким же неприятным запахом немытого тела, ударил в нос. И мальчик даже отшатнулся, но дядя Семен уже крепко держал его, приговаривая. «Друг Тимура? Хорошо, зайдем ко мне, поговорим. Расскажешь про Тимура, а то я давно его не видел». «Так, Тимура нет дома? Тогда я пойду, а то мама будет переживать». Андрей уже не рад был тому, что ослушался мамы и не пошел сразу в магазин. Он начал волноваться, когда дядя Семен потянул его через заросший бурьяном двор к порогу. Комбат выскочил навстречу и зарычал. Но дядя Семен грозно прикрикнул, и пес вновь спрятался под крыльцо. «Так ты рыбачить хочешь? Тимур часто брал у меня с Настей. Ты, наверное, хотел тоже попользоваться. Пойдем, возьмешь что надо». Андрей хотел было вырвать руку и убежать, но неожиданное предложение его остановило. «А может, все-таки взять с Настей?» – подумал он. Дальше идти не хотелось. В этом месте Андрей отталкивало все. Пьяный хозяин, злая собака, запущенный дом и двор. Отталкивало, потому что было так не похоже на все, что он привык видеть у себя. Его отец никогда не пил, двор содержал в чистоте и порядке. Но желание порыбачить подтолкнуло согласиться с предложением дяди Семена. В дом Андрей вошел уже сам, так как дядя Семен отпустил его руку и первым перешагнул через порог. Он только приговаривал «проходи, проходи», зазывая гостя через узкую, заваленную мусором веранду в небольшую прихожую. Изнутри дом показался Андрею еще хуже. Помимо неприятного запаха, беспорядочно разбросанных вещей и старых затертых обоев, мальчика удивил угнетающий полумрак. Свет слабо проникал сквозь окна, завешанные кусками тряпок вместо штор. Лучи солнца неуверенно освещали маленькую комнату и старый грязный диван. В воздухе стояла пыль, летали мухи и мошки. Но, похоже, что хозяина эта обстановка ничуть не смущала. Он усадил Андрея на диван, а сам сел на табурет. Дядя Семен начал бормотать что-то бессвязное про своего сына. Похоже, он хотел похвастаться Тимуром, но, будучи нетрезвым, не мог ничего рассказать последовательно. Он только вздыхал, произнося имя сына, размахивал руками, кивал головой. Его грузная фигура раскачивалась. И когда она приближалась к Андрею, тот замирал, боясь, что дядя Семен, не удержавшись, упадет на него и раздавит. Мальчик сидел в полумраке комнаты и слушал бессвязный рассказ, в котором реальные события жизни его одноклассника смешивались с несуществующими, происходящими только в больном воображении пьяного отца. Про снасти дядя Семен, по всей видимости, забыл. Вдруг он опустил голову на руки и зарыдал. «Тимур! Тимур! Мальчик мой!» Его тело затряслось от рыдания, а на пол начали падать крупные слезы. «Тимур! Сколько тебя обижали, и некому было тебя защитить!» Андрей удивился этим возгласом, ведь для слез совершенно не было причин. Его товарищ не нуждался в защитниках и вполне был способен постоять за себя. Больше того, Тимур сам был не прочь кого-нибудь задеть или обидеть. Растроганный отец продолжал рыдать, а потом, посмотрев на Андрея, вновь забормотал. «И ты! Ты тоже! И ты!» «Что с вами, дядя Семен? Что вы говорите?» «Ты мой Тимур!» «Я Андрей, друг Тимура!» Андрей во второй раз пожалел о том, что пришел сюда. О снастях для рыбалки разговора не было. Их и не могло быть в этом доме, где, очевидно, хозяин пропил все, что мог. Время шло. Мама могла уже волноваться. А дядя Семен все сидел на диване, опустив голову и причитал о несчастной судьбе сына. Неожиданно дядя Семен умолк. Внезапная перемена испугала Андрея так же, как если бы прогремел взрыв, и он вздрогнул. Пауза длилась несколько секунд. Отец Тимура сидел молча, наклонив голову и закрыв лицо руками. Он словно умер, будто бы превратился в камень. Не двигался и не дышал. Андрей оцепенел, боясь пошевелиться или сказать хотя бы слово. И только мухи летали по комнате, создавая суетливое неприятное жужжание. Но тут дядя Семен оторвал руки от лица и посмотрел на Андрея. Мальчик почувствовал, как холод пробежал по спине. Глаза дяди Семена злобно горели, голова затряслась. На растянутых губах выступила пена. Он пристал и закричал. «Убью! За Тимура! Убью!» Перепуганный Андрей отшатнулся от выпеченных грязных ручищ дяди Семена и свалился с дивана. Совершенно не понимая, что происходит, он старался отползти назад, а над его головой громыхало. «Сейчас я тебя за Тимура зарежу! Убью!» Дядя Семен, заслонив с собой свет, пробивающийся из окна, превратился для перепуганного Андрея в великана, разросшегося до невероятных размеров и заполнившего всю комнату. И этот разъяренный великан неотвратимо наступал. Андрей как мог, лежа на спине, отползал назад, стараясь увернуться от страшных рук. «Дядя Семен! Это же я, Андрей! Тимура, друг!» Но попытка успокоить разъяренного пьяницу провалилась. Дрожащий голос мальчика утонул в очередном вопле. «Убью!» Наконец Андрей сумел развернуться, вскочил на ноги и бросился к входной двери. Дядя Семен рванулся за беглецом, но запутался в собственных ногах и шумно рухнул на пол. Желанная дверь, за которой открывалась свобода и избавление, была близко. Андрей слышал грохот шагов и крик дяди Семена, но никак не мог открыть щеколду. Его руки била предательская дрожь, мысли путались, ватные ноги отказывались держать. Наконец щеколда поддалась, и дверь скрипя открылась. Андрей готов был выскочить с порога навстречу солнцу, но в этот момент в проеме мелькнула зубастая пасть комбата. Овчарка бросилась на беглеца, и острые зубы едва не впились в лицо. От зубов собаки Андрей спас дядя Семен. Схватив за шиворот, он повалил мальчика на пол. Собака только получила по зубам закрытой дверью. Но в доме Андрей остался с тем, кто был еще страшнее зверя. Дядя Семен поволок его через веранду и прихожую обратно на кухню. — Зарежу! — продолжал хрипеть дядя Семен, таща обессилевшего Андрея. В руках пьяного великана Андрей совершенно обмяк и уже не мог сопротивляться. Он безвольно болтался, словно мешок с картошкой, в руке обезумевшего мужчины. — Нож! Где нож? — сопел дядя Семен, обшаривая кухонный стол. Пустые ящики и полки. — Сейчас, сейчас, подожди. Найду нож, шкуру спущу с тебя. Дядя Семен бросил Андрея на пол, а потом вновь схватил его, но уже за волосы. Боль немного вывела мальчика из-за цепенения, и он с тревогой стал наблюдать за тем, как дядя Семен ищет нож. Перед лицом Андрея было окно кухни, выходившее в старый сад. Там на свободе по веткам деревьев прыгали воробьи, а на подоконнике лежал нож, слегка прикрытый какой-то тряпкой. Андрей попробовал немного повернуться, чтобы закрыть с собой окно и подоконник. — Стой, не крутись! — вновь заревел дядя Семен и повернулся в сторону окна. Теперь нож увидел и он. — А, вот, нашел! Схватив длинный нож в огромную ручищу, он прижал Андрея к стене. Лезвие блеснуло у самых глаз мальчика, а затем поднялось над головой великана для удара. Андрею показалось, что все происходящее — сон, страшный ночной кошмар, который вот-вот закончится. Только он не мог понять, как проснуться. Он начал нервно закрывать и открывать глаза в надежде, что вместо этой ужасной комнаты увидит стены своей спальни. Он хотел проснуться дома, пусть даже очень рано, пусть даже идти не на рыбалку, а на пастбище. Как бы он был рад сейчас оказаться на сенокосе или среди коров! Да где угодно, но только не в этом ужасном доме! В очередной раз, открыв глаза, Андрей снова увидел бешеный взгляд дяди Семена. Тот все еще держал нож над его головой, словно присматриваясь, куда лучше нанести удар, и приговаривал хриплым, трясущимся голосом. «За Тимура! За сына!» В это мгновение Андрея полоснула ужасная мысль, от которой он едва не потерял сознание. Это не сон! Он будто бы только теперь проснулся. Его планы и желания самостоятельной вольной жизни — все это было сном. А грязная прокуренная комната и сумасшедший пьяница, в руках которого он находился, — действительность. И бесполезно было закрывать и открывать глаза. Этот кошмар не заканчивался. Андрей почувствовал близость смерти. И в сознании замелькали картины его недолгой жизни. Он вспомнил своих родителей, их любовь и заботу. А он не слушался, не хотел им помогать. Андрею стало так горько. «Папочка! Мамочка! Простите!» С давленным шепотом произнес он, и вдруг вспомнив нечто очень важное, вскрикнул. «Господи! Прости! Господи! Помоги мне!» Сначала ему показалось, что ничего не изменилось. Дядя Семен по-прежнему одной рукой держал его за волосы, а другой сжимал занесенный для удара нож. Но пауза затягивалась, и Андрей решился посмотреть в глаза своему мучителю. Взгляд дяди Семена уже не горел тем страшным огнем. В нем скорее читалось удивление. Андрей сначала даже не поверил этой перемене, но странный вопрос вывел его из-за сопенения. «Мальчик, ты что тут делаешь?» Дядя Семен словно не видел, что этого мальчика он сам держит за волосы. Его правая рука медленно опустилась. Нож выпал и глухо ударился о пол. Дядя Семен удивленно смотрел на Андрея и также с неподдельным удивлением повторил вопрос. «Ты кто? И что тут делаешь?» «Я Андрей, друг...» Андрей вовремя спохватился и не стал напоминать про Тимура. «Я Андрей, отпустите меня к маме, пожалуйста. Мне надо домой. Прошу вас, отпустите». Дядя Семен ослабил хватку, и Андрей почувствовал, что получил свободу. «Иди». Андрей не мог поверить в свое спасение, но он не стал думать, снится это ему или нет. Если это и был сон, то проснуться хотелось уже дома. Дядя Семен вывел его на улицу. Комбат в виде хозяина не стал вылезать из-под крыльца, и Андрей стремительно побежал к калитке. Тропинка показалась ему невероятно короткой. Он, стремглав, несся по улице, а когда остановился на злополучной развилке, ощупал себя и позакрывал несколько раз глаза, чтобы убедиться в том, что освобождение настоящее. Небо несло в вышине легкие облака, которые, казалось, улыбаются ему и подмигивают. Солнце ласково пригревало, а прохладный ветерок ровнял растрепанные волосы. Андрей облегченно вздохнул. Подняв глаза к небу, он тихо произнес. Господи, благодарю за помощь и за то, что мой папа верующий. Как же это хорошо! Субтитры создавал DimaTorzok